Непереваренная трава символически смывает их детство и превращает в мужчин. Эти посвящаемые не знают, что делать. Старейшины подсказывают. А теперь стирай. Стирай. Высохшую слизь стирай. В церемонии используются абсолютно все части мертвых животных. Ничего не пропадет. Где посвящаемые? Мясо жарится. Жертвенных животных бросают в общинный костер. В нем их идеально зажарят и подадут старейшинам. Ламалей, Шакон, идите сюда. Шакон дает лучший кусок мяса главному старейшине, чтобы он его одобрил. Он доволен. И церемония может продолжаться. Нгиротанг, больной, находится здесь. Он вылечился от глазной инфекции. В конце концов, церемония исцеления Кикатат была успешной. Старший брат Ламалея приносит в голову козла своей матери, которая готовит вместе с другими женщинами. Мы готовим суп. Особый суп для этой церемонии. Старейшины съедят его и отблагодарят нас. Церемония набирает обороты. Все хотят отблагодарить верблюдов, гладят их головы и благословляют их маслом. Наш скот замечательный. Что бы мы делали без нашего скота? Мы благодарим наш скот. Мужчины входят в круг Киркетт и танцуют против часоводства. Конголей терпеливо ждет, когда начнется собрание вождя Джошуа. А в это время его сын получает свою первую глиняную шапку. Символ мужества. Для этого используется глина с берегов реки, которая наносится непосредственно на волосы. Если все пойдет хорошо, то шапки Шакона и Ламалея завтра покрасят в синий цвет. Прибывают гости, которые приносят известие и новости для старейшин и вождя Джошуа. Вождю Джошуа пора высказать свое мнение. Недавно я был на правительственном собрании. И там люди сказали, мир сладок, как мед. Они попросили нас прекратить набеги на скот и оставить наших соседей в покое. Из-за скотократства у покот дурная слава. Ламалея и Шакон слушают и учатся. Они впервые сидят со старейшинами в круге Киркет. Немного позже начинаются танцы для подростков. Девушки и юноши, держась за руки, танцуют танец Айопо. Шакон оглядывается в поисках девушки, которую любит и на которой хочет жениться. В то время как Ламалеи рассматривает партнеров по танцу, для них обоих это хорошая возможность искать потенциальных невест. И я счастлив. Танцы это весело. Девушка, на которой я хочу жениться, не пришла. Наверное, она пошла на другую церемонию. День почти закончен. И Ламалея и Шакон приносят молоко, которое смешают с остатками крови. В качестве заключительного ритуала дня все мужчины пьют его. Это символ единства племени Пакот. На следующее утро мать Ламалея готовит оставшиеся части верблюда, в том числе голову. Это мясо мы отнесем старейшинам в круге Киркет. Суп мы смешаем с кашей и раздадим его всем, кто там будет. Но старейшины недовольны. Мать Ламалея совершила серьезную ошибку. Она поджарила голову верблюда, а не сварила. И теперь в качестве штрафа Ламалея должен убить еще одного козла. У Ламалея были одни неприятности. И его бедная семья заплатила огромную цену в козлах. Сейчас он ждет, будут ли, наконец, удовлетворены старейшины. Решено. Оба мальчика прошли испытания. Старейшины дают свои окончательные благословения, и можно начинать последний ритуал. Мы благословляем твой путь. Глиняные шапки Ламалея и Шакона красят в синий цвет, цвет мужчин. Они с гордостью будут носить их до одного месяца за раз. Все мужчины, прошедшие посвящение, имеют право носить глиняные шапки. И чем старше мужчина, тем более затейливы его украшения. Церемония подходит к концу. Для Ламалея жизни каждый шаг на пути к мужеству были полны трудностей. Но, может быть, сейчас удача повернется лицом к нему и его семье. Теперь мне осталось только жениться. Мне потребуются животные, которых хватит для выкупа за невесту. Для выкупа понадобится 20 коров и 40 коз. Тем временем я буду заботиться о нескольких наших коровах. Ламалея знает, что, возможно, пройдет время, прежде чем он сможет позволить себе жениться. Жизнь Шаконы была обеспеченной, а его сапана прошла без проблем. Но будущее может быть не таким простым. Я тоже буду заботиться о скоте моей семьи. Через год я надеюсь получить разрешение жениться на девушке, которую люблю. В конце концов, я хотел бы иметь пять жен. И им обоим нравится эта мысль. Головы этих мальчиков стали синими. Звучит музыка. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Звучит музыка. 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 Звучит музыка.